«АллатР» преображается благодаря приоритетным программам и проектам, основанным на местных инициативах. Ход благоустройства улиц и дворов муниципалитета проинспектировал Михаил Игнатьев. В повестке рабочего визита и модернизация городской станции подъема воды. Подробности у Дмитрия Ковалева. Частые перебои с подачей воды – одна из главных проблем города. Сура продолжает мелеть, оставляя песчаные насыпи в заборном ковше. Там вот уже заявленное место, да, я смотрю? Вот здесь убрать глубже не представляется возможным, потому что там камни и полка водозаборного ковша, сама бетонная. Всего лишь 30 сантиметров на ней воды. А вот здесь проходимость где, значит, там глубина какая была часть? Проходимость в основном сейчас идет около того зуба. Там примерно где-то сантиметров 40-50. Раньше на месте этих бетонных плит тоже протекала Сура. За последние годы уровень воды опустился до минимальных отметок. А на реке, за моей спиной, выросли целые острова. Дно реки расчищают при помощи специального земляного снаряда. Но это временная мера. Глава региона отметил, что на Суре необходимо оборудовать дамбу. Лучше дамбу, наверное, сделать. Мне нужно остров вычислить. Через 5 лет этот остров опять образуется. Я же услышал. Один раз, второй раз, третий. Нужно проектный смен документации правильно сделать. Вот озадачиваю. Формирование комфортной городской среды – еще один приоритетный для муниципалитета проект. До конца года в Алатаре необходимо благоустроить 8 дворов. Для местных жителей обновляют тротуары, парковки и асфальтируют подъезды к домам. Деньги только на благоустройство дворовых территорий в этом году выделили. 21,7 миллиона рублей. Двор есть? Есть. Поэтапно, по шагу, включая 2024 год, все надо расписать. Кроме этого, на дорожное хозяйство, на улицу в этом году там где-то 104 миллиона рублей. Выделены деньги. Если прибавить, огромные это деньги. И каждый год эти деньги мы будем выделять. Нормально? Рады, что асфальт новый появился? Очень рады. Вот мы сейчас обговариваем, чтобы для вас камейки здесь появились. От многодетных мам еще одна просьба. Установить искусственные неровности на въезды во дворы. Ведь речь идет о безопасности детей. Не, ну я думаю, что пожелание правильное. Если мама троих детей поднимает такой вопрос, мы учтем это. И при прохождении последующей экспертизы эти все варианты будем учитывать и будем предусматривать. Я думаю, что это это самое. И здесь, в дом дворец? Регламенты, стандарты надо своим приказом утвердить. И для всех это должна быть норма. Во дворах по улице Московской работы еще продолжаются. Здесь необходимо оборудовать детскую площадку и тренажеры. По инициативе жильцов отремонтировали тротуары. Мы с республиканской бюджетом выделили в этом году на 650 почти что проектов. Почти мы финансируем за бюджет не менее 50%. Жители разных муниципальных образований, предприниматели. Принимать работу подрядчиков должна инициативная группа. И только осмотром дворовых территорий рабочая поездка главы региона не ограничивается. К Михаилу Игнатьеву местные жители обращаются с десятками личных вопросов. С личным вопросом главе региона обратился и гость Алатыря Никита. И интерес туристов к Алатыряу растет с каждым годом. Сюда приезжают гости со всей страны. Задача местных властей создавать комфортную среду. Все нормативно-боровые документы приняты. У вас свои утвержденные есть муниципальные программы. Наша задача начатые работы все завершить достойно. Если смотреть в разрезе республики, то у нас сегодня реализуются мероприятия по 297-258 дворовым территориям. Порядка 300 миллионов средств выделено. Еще одна тема рабочей встречи – строительство жилья. Этот год также запланировано улучшение жилищных условий пяти молодых семей. Сфинансирование идет 4 миллиона 666 тысяч. И трое детей, сирот, также переселены. Улучшить свои жилищные условия. Это будет вот, это пять семей многодетных получит. Построим уже практически, завершаем. И данный показатель будет выполнен. Приниматели, кто занимается строительным бизнесом, они всегда строили и будут строить. Это однозначно. Потому что очередников у вас приличные годы. Раз очередники есть, мы обязаны живем, обеспечивать. В муниципалитете продолжается подготовка к грядущему отопительному сезону. И в этом контексте на первый план выходит платежная дисциплина. Долги за услуги ЖКХ должны сокращаться. Дмитрий Ковалев и Игорь Зберев. Республика.